Секретные файлы. Как живет Путин? Кто находится рядом с ним? Тайная железная дорога и его двойники. А еще одинаковые дворцы по всей России. Реальная жизнь диктатора давно загадка. Всем привет, друзья, меня зовут Юрий Бибик. 12 минут проведем с вами на канале Фабрикан Вен. Все знают, что много времени Путин проводит в бункере. Но как именно проходят его будни? Это не просто любопытство, ведь образ жизни влияет на сознание и решение. А значит и на ход войны России против Украины. Лайки, подписка, комментарии приветствуются. Я не буду, друзья, долго затягивать. Давайте начинать. Итак, откуда Путин берет информацию? Ясно, что доклады кладут на его стол регулярно. Но вот насколько там объективная картинка? Ведь все мы помним начало войны, когда всплыла информация, что 5-е управление ФСБ просчитало ситуацию в Украине. И желаемое в своих докладах выдавало за действительное. Правду о жизни Путина рассказал Глеб Каракулов. Он 13 лет отслужил в управлении президентской связи в Федеральной службе охраны России. Он не смог мириться с совестью из-за путинских проделок, а поэтому сбежал из России. Оказывается, в путинском райдере телевизор с федеральными каналами, говорит Каракулов. Процитируем. Российское телевидение – это обязательное требование при подготовке резиденции к визиту президента. При подготовке требования, чтобы там вещали именно российские каналы. Например, Россия. Штуки 4 каналов. Россия обязательно. Конец цитаты. В каком же году застрял Путин? В 69-м или 73-м? Я сейчас объясню, почему вспоминаю именно это время. 69-й – это год, когда из сетевого узла лаборатории вычислительной техники университета в Лос-Анджелесе были отправлены первые сообщения на сетевой узел в Стэнсвордском исследовательском институте. Так появился интернет. А в 73-м году был выпущен первый прототип портативного сотового телефона Моторола. Причем тут Путин? Он до сих пор, живя в 23-м году, ни одним, ни другим изобретением не пользуется. Интернету он не доверяет, как американскому изобретению, на его взгляд. Соответственно, мобильный телефон опасен, потому что его могут прослушать. Соответственно, 4 федеральных канала и папочки, которые ему приносят, это информация от людей, которых он сам лично поставил, и поэтому он им доверяет. И его окружение – это те люди, которым он доверяет. Ни интернета, ни смартфона. Путин как школьник, который провинился. И у него все родители забрали, пока он не исправит оценки. Точно, Путин накосячил, сидит без благ цивилизации. Эх, если бы все было так, он бы хоть старался что-то исправить. Но тут же мы имеем дело не просто с двоечником, друзья, а с параноиком. Он же живет в информационном пузыре. У него совершенно другой мир. Он живет в другом мире. В его мире у России есть какие-то сверхракеты, которых все боятся и, так сказать, дрожат и падают перед ним на колени. То, что они в реальности на колени не падают, это они просто пытаются закамуфлировать свой страх. А на самом-то деле они все боятся. Окружение – это тоже выгодно поддерживать вот эту иллюзию информационного пузыря и создавать альтернативную реальность, в которой живет Путин. В этой альтернативной реальности все хорошо, и это гарантирует его ближайшему окружению сохранение тех сверхдоходов, которые они имеют. Но вы только не думайте, что Путин себя окружил такими же динозаврами, как и он сам. Вокруг него достаточно профессиональных спецов. Но немало и тех, кто одной ногой еще в прошлом. Расскажу историю, которую когда-то рассказал Алексей Навальный в одном из своих расследований. Даже потом эта история вошла в этот оскароносный фильм. Когда они взламывали аккаунт одного из российских генералов, причем не просто какого-то, а ГРУшного генерала, генерала разведки, по идее, безопасность и так далее. Они словали его аккаунт, подобрав пароль. Пароль был «Москва-1». После этого пароль был сменен. Они в следующий раз начали его ломать. «А давайте попробуем, там же Москва-1, давайте попробуем Москва-2». И он раз и подошел. И они второй раз взломали его аккаунт. Прошло некоторое время. И они это «давайте попробуем еще раз». И они предложили «Москва-3». И он тоже сработал. И они в четвертый раз, когда ломали его аккаунт, вы не поверите, и там был пароль «Москва-4». Ну то есть, вот это интеллектуальный уровень на данный момент людей, которые противостоят. Я не хочу, там, мы недооценивали противника, да, это серьезный противник. Но воюет он все-таки больше, гораздо числом, чем умением. А дальше поговорим о женщинах Путина. Но прежде подпишитесь на наш YouTube-канал «Фабрика новин» и комментируйте активно это видео. Итак, еще один интересный момент. Вы же не раз слышали, что кремлевский диктатор о традиционных семейных ценностях людям рассказывает. Призывает чтить их. Это же не то, что на Западе. Родитель номер один, там родитель номер два. Российские семейные ценности. Это, ну это же... Поженились, родили ребенка, отпраздновали, напились, поругались, подрались. Если выжили, развелись. Ребенок растет дальше без отца. Ну, как говорится, что самому по душе, то и другим советует. В каждую семью залезет. А про его кто что знает. Кто? Так. Догадки. ФСОшник Каракулов, он вообще говорит, Путин дочерей называет эти женщины. Наверное, очень хотел сына себе. И до сих пор как-то не смирился, что ли. Эти женщины. Это Катерина Тихонова и Мария Воронцова. От первой путинской жены Людмилы. Потом, как и завещают традиционные российские ценности, Путин из семьи ушел к той, что помоложе. Бывшей гимнастки Алине Кабаевой. Та, заворожив его несколькими шпагатами, благодаря Путину, сделала себе карьеру в политике. Кроме того, что Алина с детьми живет или же жила в Швейцарии, неизвестно ничего. Еще один роман о стороне у Путина был с питерской уборщицей. Светланой Кривоногих. Эта недолгая любовь оставила на память о себе девочку, Луизу. Помните, Путин говорил, россиян должно быть много. Правда, я не уверен, что у них российское гражданство. То, что он говорит, делает он совершенно другое всегда. Нам он получит все время о каких-то там этих ценностях, чуть ли не славянских. И при этом свою реальную семью он с семьей не делает формально. И, соответственно, мы много обсуждали судьбу его дочек. У его дочек есть деньги, дворцы и все остальное. Но у них нет любви. У них нет родительской любви. И, на мой взгляд, Путин, как человек решен на эмпатии, не способен любить в принципе никого. Возможно, даже себя он не любит. И еще о пикантных секретах ремлевского диктатора. Операторам российских телеканалов запрещают Путина снимать сзади, чтобы не показывать лысину. Не, друзья, себя-то Путин любит. Детскую мечту воплотил. Дорогу железную себе отдельную построил. Поезд отдельный запустил для себя любимого. Бункеры отреставрировал. Видимо, там температура способствует сбережению молодости. Дворцов, похожих друг на друга, построил по всей России. В прятки просто там сидит и играет в прятки. Из резиденции в Сочи отправляет по дороге президентский кортеж. Потом оттуда взлетает самолет и направляется в Москву. Все думают, диктатор в столицу возвращается. А Путин в сочинском домике. Сидит и думает, я опять всех переиграл. А вот пока он там сидит, прячется и думает, что все его ищут, в стране бардак. Чего один только премьер-министр Мишустин стоит. Смотрит, Путина нет. Ну и думает, закачу-ка я гулянку на весь Алтай. За 40 миллионов рублей. Для себя и для моих дорогих гостей. На целую неделю выкупил один из самых дорогих курортов России. Алтай-Виллитч-Телецкое. Сутки там обойдутся от 126 до 332 тысяч рублей. А значит, только на жилье было потрачено около 20 миллионов рублей. За спа, еду и другие развлечения Мишустин платил отдельно. За свои? Конечно же за свои. Страна богатая. Для госбюджета просто копейки какие-то. Как Путин преуспел в клонировании самого себя? И почему после 2020-го он стал коллекционировать фекалии своих гостей? Об этом вот прямо сейчас начинаю рассказывать. А вы пока подпишитесь на канал Фабрака Новын и лайкните это видео. Но вам же нравится, правда? Так вот, погнали дальше. Сколько раз за свою жизнь вы меняли работу или сферу деятельности? Вот, например, психологи советуют делать это хотя бы раз в 5-7 лет. Иначе то, что вы делаете, превращается в рутину. Энтузиазм даже когда-то любимому делу пропадает. Путин этим советам следовать не стал. То ли у него маршрутка от дома без пересадок как раз к работе к Кремлю ходит. То ли там в столовке дешево. Но он же старой закалки. Он работой дорожит. Не разбрасывается ею, как современная молодежь. Короче говоря, стиснул зубы, решил остаться в Кремле. Но работу делать по-прежнему не хочет. Вот бы клонировать себя, чтобы клон всякими мелочами занимался, думает Путин. А я буду отдыхать. Придумал. Нанял двойника. Подстриг, приодел, просто как две капли воды. Отправил в командировку через мост в оккупированный Крым. Это не был президент Российской Федерации. Это был человек, который называет себя президентом Российской Федерации. То есть это был двойник. Владимир Владимирович очень осторожен. Он бережет себя, как главное национальное достояние России. Более важное, чем Газпром. И он никогда в таких рискованных эскападах участвовать не будет. Это абсолютно исключено. Для этого и нужен двойник. Да, двойник охраняется так же, как сам президент. Их даже два двойника. Один фактически идентичен Путину. Второй более или менее идентичен Путину. Последнего, который, видимо, еще до конца не разобрался, что к чему, послали в командировку в оккупированный Мариуполь. Мужик оказался еще не избалован кремлевской роскошью. Ну и выдал себя. Сам за руль небронированной машины сел. Людям руки стал жать. В квартирку обычной многиташки зашел даже. Может, еще и обувь снял на пороге. В общем, спалился парень по полной. Что все-таки вот эти наши кремлевские инсайдеры, они говорят что-то такое, наверное, близко к реальности. Что все-таки может быть и операция двойника. И вдруг он тут прям вообще герой. И по трапу сбегает, и с людьми челюсть там не обнимается, и везде ходит, лазит. Ребят, а что тогда он позорится перед этими на телевидении-то? Стюардесс нет, а Путин есть. Да, рука раз через микрофон проходит. Мне потом рассказали родители одной из девушек, которая там была на этой встрече. Да, да, все, была встреча, мы там сидели. Одна беда Путина тогда не было. Но с нами хорошо поговорили. Мы довольны. Но Путин, он очень боевозливая людина. И править государством не Путин. И если такое случится, что нам скажут, что Путин все, то люди поверят только, если это будет страта в публичной площади. Потому что если Путина где-то так грохнуть, то вместо него будет у нас двойник, тройник. Жил Путин до 2020 года. Был улыбчив. В гости летал, строил дворцы. Галышом, помните, на коне катался. Ржавые железяки соседям на оккупированной украинской территории за забор бросал. А потом, как провинившийся ребенок, которого в очередной раз взрослые поймали за руку, делал круглые глаза и говорил, это не я, меня там не было. Короче, занимался только ему понятными, дичайшими в 21 веке поступками. Но вдруг Володю просто как подменили. Стал замкнутым и угрюмым. Хотите на расстояние стола подойти? Будьте любезны. Фекалии в банку, на анализы, сами на паронедельный карантин. Ну, 20-й год, как мы помним, это ковид. И, собственно, поэтому я и говорю, что он начал жить в модели ковидной. Причем я практически уверена, что он считает, что ковид – это искусственная история, что это биологическое оружие, и что это биологическое оружие направлено, в первую очередь, против России, против него и так далее и тому подобное. Она для него не просто модель эпидемии, а по большому счету военная модель. То есть он уже тогда, в 2020 году, вот в это военное поведение углубился, и в нем остается до сих пор. Ладно бы только гостям заграничным Вова не доверял. Ну, хворь, какую неведомую еще привезут супостаты. Так своих же душить буквально начал. Даже обслугу свою собственную. И где они столько банок и карантинных комнат нашли? Вот это интересно. Я же точно знаю, что там задолбали ФСОшников карантинами. Задолбали, хотели более точное слово в русском языке, вот этими карантинами. Там они пить начали некоторые с горя. Ну, а что сидят молодые мужики там по 2-3 недели? Нихрена никуда не ходить, ни с кем не общаться, ничего там. Ну, либо спортзал, либо квасить. А может и то, и другое. И вопрос даже не в том, что современный человек 21 века, который ни разу не заходил в интернет, воспринимается как-то не очень адекватным времени. И вопрос даже не в том, что он до сих пор боится, живет в эпидемии коронавируса и боится там встречаться с людьми, там всех высаживает на карантин. И все должны, что называется, какать в баночку, чтобы проверить, что там у них внутри делается. и только после этого с ним встречаться. И это говорит о том, что он страшно боится за свою жизнь. Вот реально страшно боится за свою жизнь, потому что он не является верующим никакой религии. Поэтому для него есть только здесь и сейчас. Ленивый, боязливый человек, который, небось, даже тень его страшит, решился ввести войска в соседнюю независимую страну. А как он хочет выиграть сражение в современном мире, будучи настолько несовременным? Эх, а вот называл бы дочерей дочерями, а не эти женщины, может быть, они деду и телефон купили. И показали, как интернетом пользоваться. Заглянул бы диктатор в мир неизведанный, необъятный, прозрел бы. В России править система, система у тих ястибов, которые понимают, что их жизнь будет продолжаться столько, сколько будет война. И они эту войну будут тянуть в просторе и в часе очень долго. Поэтому я считаю, что мы не воюем с Путином, мы воюем против российского народа, который напал на Украину, который благословил эту войну, который детей, человеков и братьев, и сватим, отправляя на эту войну умирать за идеи, почутки по телевизору. А как думаете вы, сколько же у Путина на самом деле двойников? Принимает ли он решение сам или есть коллективный кремлевский разум? Пишите в комментариях обо всем этом, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Очень скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok